Я Кирилл Терёшин, мне 21 год, и я влил в себя 6 литров синтола. Любимая книга? Книги не читаю. Ну молодец, не при Терёшин. Получите, разбежите. Недавно интернет буквально взорвала информация о таком парне, как Кирилл Терёшин. Последние новости о Кирилле Терёшине, руки-базуки, взорвали сеть. Человек-синтол или как быстро накачать мышцы. Человек-синтол – это молодой человек, родом из Пятигорска. И за сравнительно небольшое время он превратился из никому неизвестного провинциала в практически звезду мировой паутины. Такую славу парень получил благодаря своим битебсам. Но появлялись они у молодого человека отнюдь не благодаря усиленным и изнурительным тренировкам в спортивном зале. Парень вводит себе под кожу довольно опасные инъекции синтола, что позднее может повлечь за собой летальный исход. Когда у тебя последний раз была девушка в плане свидания? Два года назад. Твоя самая дорогая покупка? Телефон. Как рассказывал сам Кирилл, он в продолжительное время занимался в спортивном зале. Однако после того, как он провел год в армии, он потерял примерно 10 килограмм мышечного веса. Ему не хотелось терять время на восстановление с помощью тренажеров, ведь этот процесс довольно длительный. Поэтому парень принял решение поменять свое тело быстро с помощью синтола. Кирилл утверждал, что иметь такую форму мышц, как у него сейчас, необходимо около 6 литров этого вещества. Всем привет! Часик в радость, чефир в сладость. Моя фирменная двоечка. Отец! Ну ты видел? Парень не раз признавался, что хотел добиться успеха и славы в интернете, почему и взялся за свои мышцы именно таким достаточно рискованным образом. Мама Кирилла очень обеспокоена состоянием своего сына. Погоня за признанием превратилась для нее в настоящий ужас. Ее тревожит такое поведение Кирилла, потому что она прекрасно понимает, насколько плачевным могут оказаться последствия. Рекламные предложения, которые тебе делали за все время? Сняться в фильме. Фильм связан с эротикой, но я отказался. Порнофильм? Да. Но сумму предлагали большую. Сколько? 350 тысяч долларов. Да, парень добился своего. У него много подписчиков, которые только и ждут, чтобы он вколол себе новую дозу этого губительного вещества. Более того, они провоцируют его на это постоянно. Оценки поднялись на рекламу, естественно. На сколько? Раньше стоило 3000 рублей, сейчас 4000 рублей. Однако в последнее время парень стал подвергаться жестоким насмешкам. Ему даже дали прозвище в интернете «руки-базуки». Кроме этой клички есть еще «человек-синтол», «надувной качок» и прочее. Однако Кирилл старается не замечать и не реагировать на такой поток издевательств со стороны других людей. Сейчас он продолжает вкалывать в себя синтол. Парень утверждает, когда к нему идет такая волна внимания, то он невольно чувствует себя знаменитым и признанным. Поэтому от затеи отказываться не собирается. Кирилл признался, что совсем недавно у него были комплексы относительно своего тела. Буквально несколько лет назад он считал себя слишком худым, поэтому хотел подкачаться. Его кумиром был и остается Ромарио Дос Сантес Алвес. После вдохновения его примером парень твердо решил, что не желает останавливаться на достигнутом. Он хочет в будущем коренным образом изменить свою внешность, причем не только в отношении мышечной массы, но и в общем кардинально преобразить свой внешний вид. Хочу передать привет четкой девчонке Ане. Ане, я конечно понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка, но из себя хоть и компот варить, завязываясь с кардио и начинай качать банки. Руки-базуки. Кирилл Терешин планирует набить множество татуировок, которыми буквально будет усыпано все его тело, сделать искусственную гетерохранию. Один глаз ему нужен желтым, а другой зеленым. Разрезать язык наподобие того, что имеет ящерица. Лови двоечку от меня, Теребонька. Некоторые его зрители недоумевают, для чего молодой человек вообще это делает и к чему ему такие грандиозные планы. Кирилл ответил на этот вопрос достаточно просто. После этих трансформаций тело изменится до неузнаваемости. Подписчиков станет еще больше. И поскольку за одно видеопредставление он получает около 3000 рублей, то с такой тенденцией можно будет вообще не работать. Трансформация в Африка. Сейчас Кирилл заявляет, что для начала необходимо закончить видоизменение тела окончательно. То есть формы, которые он имеет сейчас, его совершенно не устраивают. В отношении критики и укоризны, которую он слышит в свой адрес, парень возражает и говорит, что многие спортсмены тоже колют себе стероиды, а это тоже нельзя отнести к здоровому спорту. Кирилл не бросает спортивный зал и регулярно его посещает для того, чтобы окончательно преобразить свое тело. Следите за последними новостями про Кирилла Терешина. Скоро у него будет много изменений во внешности, помимо популярных рук базу. По утверждениям молодого человека, примерно за полгода он сможет привести себя в тот вид, который соответствует его идеалу. Он говорит, что многочисленная негативная критика никаким образом не влияет на него, он все равно будет продолжать делать то, что делает сейчас. И при этом он чувствует себя абсолютно нормальным, более того, он ощущает себя счастливым человеком. То, о чем говорят мне врачи, не доказано, но если они предоставят мне достаточно весомые доказательства, то я поверю их словам. Так отзывается Кирилл на диагнозы медиков. Просьба о помощи. Как мама Кирилла относится к увлечениям сына? Мать Кирилла специально приехала на передачу «Прямой эфир», чтобы люди помогли ее сыну одуматься. Она рассказала, что они с мужем долгое время не могли иметь детей, а когда родился Кирилл, они воспрянули духом. Он рос нормальным ребенком. Мать не заметила сначала, как за полгода до армии ее сын начал делать себе эти инъекции. Она говорит, что для своего региона она достаточно зарабатывает, но ее месячная зарплата – это та сумма, которую Кирилл может заработать за один день. Но она не принимает от него таких денег, она только хочет, чтобы ее сын пришел в норму. Тем не менее, Кирилл говорит о том, что его главная цель – это стать фриком. И сейчас парень не намерен отказываться от своей мечты, и даже то, что ему в будущем грозит ампутация рук, его совершенно не останавливает. Из-за того, что молодой человек вводит в свое тело инородное вещество в таком огромном количестве, он рискует вызвать серьезные дегенеративные процессы в руках. То есть масса синтола передавит сосудисто-нервные пучки, и он потеряет контроль над кистями. Парень даже не сможет рубашку себе застегнуть. Из-за масла возможна жировая эмболия и инсульты. Кроме того, Кирилл изготавливает и вкалывает эту смесь самостоятельно. Она абсолютно нестерильна, а значит, вскоре у него могут начаться абсцессы и гангрена. И в конечном итоге это все отправят его на хирургический стол, где ему ампутируют руки. Но даже это не самый ужасный расклад. Ведь тот же сепсис от грязного домашнего синтола может привести к летальному исходу, сказал кандидат медицинских наук, детский хирург Игорь Герасименко. Несмотря на плохое самочувствие, предостережение врачей и беспокойство матери, Кирилл не планирует прекращать делать себе инъекции. И это дает свои плоды. Парень стал звездой интернета мирового масштаба. Сейчас его красные руки едва ли можно назвать красивыми. Врачи опасаются, что такие эксперименты над здоровьем не пройдут бесследно и могут привести к потере конечностей, к ухудшению работы головного мозга. Состояние рук медики называют критическим. Только вот помочь парню, по всей видимости, способен разве что психиатр. Как признался сам Кирилл, его примером для подражания является Ромарио Дос Сантос Алвес из Бразилии. Однако сам парень явно не знает всех подробностей о жизни своего кумира. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом и берегите себя. Всего доброго и до новых встреч!